добрый вечер тут вопрос возник что делать на практике соответственно ответ на не очень простой работать но у нас получается научно-исследовательская и принципе можно заняться следующими вещами там у тебя включен микрофон ладно следующими вещами первое это изучать язык программирования мы ориентируемся на питон да то есть включая ну в общем все его аспекты то есть как значит какой там в среде integrated development environment то есть как собственно программы писать программы ну я обычно пишу проектировать значит какими средствами можно пользоваться то есть идеи вот этот инсталлятор подобные вещи ну и какие-то там специфические аспекты связанные с конкретной задачей то есть особенности решаемые задачи второе чем нужно заняться да там борьба с этим с тормозностью да вот мы поработали в сто двадцать первой комнате недавно очно да и получилось так что собственно среда под windows питоновская большинстве случаев очень как-то медленно работать поэтому я предлагаю сделать кто хочет себе ринуксовые флешки совы флешки для этого нужно купить флешку фирмы сам диск они самые дорогие но можно в принципе начиная от 16 гигабайт то есть если только чтобы учиться вот ее принципе достаточно 32 принципе уже достаточно много либо можно создать диск купить то есть ssd диск его можно там попилить на несколько партиций и одну партицию с линуксом сделать грузить просто вы подключаете флешку ноутбуку и грузите там правда это тоже нетривиальная задача как запустить я не на всех ноутбуках удавалось это сделать но кое-какие навыки я нашел как можно перехватывать все эти загрузки а вторую вы можете на ней ну данные переносит использовать как флешку собственно то есть с партицией нтфс то есть изучение питона это мы как бы себе получается средства разработки создаем там же можно кстати запускать серверы баз данных если хотите прямо на флешке сейчас в принципе я особо разница даже не вижу иногда даже вот идет ssd диски на флешке работает быстрее внутренних что в них же ничего не вращается так что тут у нас еще какие цвета есть значит третье это собственно работа по теме диссертации или исследований мы это можно отдельно как-то рассматривать и четвертое это собственно до изучение предметов то есть у нас сейчас получается до следующего экзамена я перехватил тут у старост иксильный файл в котором раз перечень всех экзаменов был отображен вот у нас два экзамена один 12 января 2 18 января какой-то там из них искусственный интеллект другой вот эти компьютерная геометрия вычислительная геометрия скажем дальше все это изучать ну я бы на самом деле вот эту вычислительную геометрию все-таки в контексте своей задачи рассматривал номер у оксаны можно было просто вот набор из набора точек выделить те для которых нужно как раз построить шейп фигуру вот эту и вот этот используя алгоритм построения выпуклый упукло многоугольника просто набросать первый вариант а потом уже заниматься его корректированием то есть можно сэкономить время подготовки данных вот у ольги можно было как раз заняться интерпретацией этого эксельного файла который она показывала наши последние очные встречи данил лиды у нас отсутствует опять но у него там своя задача есть то есть ему тоже могу исходные данные кинуть он хочет заняться изучением тональности текста ну тональность текста это то с каким настроением узнать с каким настроением человек пишет текст знать это можно ну наверно просто прочитав и проанализировав ну то есть если мы используем собственный мозг читая текст на можно примерно сказать оценить в каком настроении человек писал текст а потом обучить нейронную сеть или какую-нибудь там другую модель создать на основе машинного обучения и попытаться предсказывать для новых текстов возможные варианты вот но тут четыре основных направления в конце получается что мы должны написать отчет и но мы не будем там защиту никакой устраивать что отчет там страниц там 15 15 например чтобы в нем было естественно введение введение то есть предметная область там и так далее цель задачи и так далее там описание краткое естественно предметной области иногда сокращение такое мы используем предметная область или можно по-английски буквой d обозначает дмм описание значит и там если какой-то этап есть конкретные проектирования скажем проектирование структуры базы данных там еще чего-нибудь можно его писать описание предметной области но это раздел это у нас введение в введении описание предметной области проектирование это обычно разделов под номером 2 под номером 1 это там теоретические основы надо самом деле надо в кавычки брать потому что его лучше переименовывать там более такой конкретный вариант например технологии технологии разработки распределенных баз данных или там методы и технологии или методики проектирования чего-то там здесь вот важно чтобы было две составляющие так как мы занимаемся программированием да разработка информационных технологии то тут две то есть методы там тоже можно отдельно выделить методики какие-то знать даческая методика то есть методика это метод метода метод применения метода или там какой-то опыт накопленный и выраженный потом в виде некоторого в виде некоторых знаний и 2 это технологии методом рассказывает как решается задача технологии это мы должны помимо общего такого представления как-то представление представляет да как каламбур получается ну и как-то показать что они реализовывали реализуемые в виде программного обеспечения так вот технологии как раз позволяет эти методы реализовывать то есть ноги в этом баз данных баз данных технологии программирования то есть декомпозиции тому подобных вещам там технологии администрирования то есть как что настраивать и обеспечивать взаимодействие тому подобные вещи ну 3 то есть вот часть теоретические основы то есть проектирование плюс реализация то есть под проектированием в информационных технологиях поднимается этап предшествующий вот тому как вы садитесь и для конкретного языка программирования начинаете писать программный код или там набор инструкции для реляционной базы данных там create table тому подобные вещи и они кстати проектирование даже иногда бывает точнее практически всегда в теоретических основах там то есть вы например рассказываете про метод сущная связь но я не знаю магистрская может быть это наверное излишнее но если брать бакалаврский вариант отчета да там для того чтобы люди запоминали студенты то есть сам сам метод и должны как в общих чертах его изложить в чем сути и вот после него там подраздел идет что для нашей конкретно задачи получается вот такая-то модель то есть по теоретическими вот вещами в информатике понимается все что предшествует реализации хотя и частично тоже реализация бывает помещена в теоретическую часть если дело касается каких-то опять же методик применения перевода алгоритма в кусок программы там специфический например там использование специальных структур данных еще чем это вот там тоже в теоретической части это все показывает так третье на переномератик давайте по другому цвету нарисуем то есть теоретическая часть это будет 11 это будет часть 2 на реализация раздел то есть там глава до получается и 3 это вот как раз там пример какой-то либо тестирование то есть тестирование это этап который призван показать что метод делает то что нужно технологии подходящие реализации выполнена правильно специальная методика тоже есть того как тестирование проводится тестирование плюс там практический пример вот это третье ну и потом идет нас естественно заключение список использованных источников использованных источников и все это соответственно оформлено по госту гост 2017 18 так неправильно он и цел 732 у меня как мантра уже 2018 2018 отличается от 2017 госта 732 тем что там разрешили использовать жирный шрифт в заголовках все больше он практически ничем там не отличается но я думаю что все кто участвовал хотя бы в базовых проектах в институтах и там других проектах сейчас требует как раз отчет по госту а мы да кстати еще один бумажный момент вот здесь вот я отделю здесь по вертикально цифру 4 значит я рекомендую изучить систему верстки латих такая очень крутая система и если мне нужно написать больше чем 3 3 страницы особенно если какие-то формулы есть я пишу сразу в латихе латих плюс оверлиф система я например для вот этого госта сделал несколько уже стилевых файлов то есть это не типа дот файлы в ворде да то есть вы их копируете и что там пишите это ну как бы такая получается библиотека программная различных как там блоков разметки вашего текста преимущество латиха перед вордом тем что тем стоит в том что вы просто пишите текст и латих сам вам верстает его в соответствии с гостом он переводит в pdf в ворде как правило приходится заниматься всякими мелочами то есть заголовки чтобы каждый конкретно там 11 1213 даже если не там автоматически нумеруются все равно у них может настройка поплыть куда то но в латихе зато очень сложно сделать какие то такие вот специфические опять же манипуляции с конкретным элементом может это правда не надо бывает то есть основная проблема номер который сталкивался чисто так мы с моим знакомым который в онкодиспансере работает попытались книжку с большим количеством картинок сверстать у нас это не получилось ну вот это примерный план наш до что да